7 сентября. Эту дату любители алтайского хоккея запомнят надолго. Матч против Новокузнецкого Металлурга поистине легендарен. Впервые за 17 лет в Барнаул возвращается большой хоккей. Чемпионат ВХЛ. Это подэлита российского хоккея. Такого не было со времен Мотора. Поэтому же аташ перед матчем был огромный. Еще за час до игры болельщики выстроились в длинные очереди. Причем противостояние было как на льду, так и на трибунах. Поддержать Металлург приехала немалая армия болельщиков. Очень классно, что хоккей большой возвращается в наш город. Я вот смотрю, давно уже не помню, что столько людей. Искал парковочное место минут 20, чтобы возле дворца поставить машину. Поэтому думаю, что наши ребята хорошо сыграют, порадуют публику. Будем ждать победы. Наверное, это будет. У нас ничья. Либо выиграют синие. Металлург вперед! Что ждете от сегодняшнего поединка? Конечно, победы Металлурга. Победа будет за нами. С каким счетом? С счетом будет. Но мы выиграем. Аргентина и Ямайка 5-0. Всего первый матч сезона посетило почти 4000 человек. Рус ответственности на плечах варнаульцев был виден невооруженным взглядом. Игроки Металлурга с первых минут пытались взять нить игры в свои руки, раз за разом штурмуя ворота хозяев. Но выдержав этот начиск, Динамо Алтай в середине первого периода провели точечную атаку. Ее итогом стала заброшенная шайба. Александр Редков поднял алтайских болельщиков на ноги. Всегда приносит радость, наверное, набранные очки, голы тем более. Но это не важно на самом деле. Как бы важно, да? Но самое главное, на табло счет. Команда победила. И мы счастливы сегодня. А так Динамо Алтай забросило еще одну шайбу ворота соперников. Казалось бы, 2-0. Можно выдохнуть. Но с этим гости не согласились. Металлург довольно-таки быстро отыграл одну шайбу. И вот тогда алтайские болельщики достали валидол. Все дело психологии. Парни поверили. Хорошо, что забили первую шайбу. Дальше была непростая равная игра. Соперник очень мастеровитый. Ну, конечно, снимаем шляпу перед нашим голкипером. Да и, как я еще скажу, что все равно вся команда сегодня пласталась. И мы заработали своим трудом и желанием эту победу. Так Динамо Алтай забросило еще две шайбы ворота Новокузнецкого Металлурга, установив на табло окончательный счет 4-1. Воротарь соперник шикарный матч провел. Сейчас посмотрел, кратко по статистике. Вроде так бросков очень много сделали, но не смогли его переиграть. Переиграть, да, он нас обыграл сегодня, скажем, откровенно. Ну, закономерный итог матча. И действительно, Металлург бросил по воротам Никитина 49 раз. Наш голкипер пропустил всего одну шайбу. Мощная игра нашего стража ворот. Следующую игру Динамо Алтай проведет вновь на своем льду 13 сентября против Воскресенского Химика. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.